МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждого ответственного, который привел свою команду, хотела бы поблагодарить образовательное учреждение, каждое образовательное учреждение, которое приняло участие в сегодняшних играх. И отдельное спасибо хочу сказать тем учреждениям, которые предоставляют ежегодно нам своих специалистов для организации этапов туристских игр 541 и 545 школы. Спасибо вам огромное. Ну и я объявляю сегодняшнее мероприятие открытым. Добрый путь и хорошего настроения всем. Золотая осень – это не просто соревнование. Это возможность для участников познакомиться с культурой родного края, научиться работать в команде и развить свои навыки в области туризма. Золотая осень воспитывает патриотизм и дух для всех детей. Это туристское многоборье, которое показывает и учит, как на самом деле строится наша родина, из чего можно начать подготовку к какой-то защите ее. Я являюсь организатором от Дома детского творчества. Семь лет я участвовала как участник и соорганизатор. И я рада наконец-то быть основным организатором. Организаторы соревнований представили пять этапов. Первый этап – это эстафета полоса выживания. Этап – ориентирование. Этап – первой медицинской помощи. Дистанция маршрут выживания. И этап – знаки оповещения и временное укрытие. Первое, что мы вкладываем, это мы вкладываем физическую подготовку, чтобы наши дети не болели. Во-вторых, мы вкладываем не только, чтобы они не болели, а мы вкладываем еще в них умственные способности. А еще мы вкладываем в них патриотический подъем. Мы вкладываем любовь к родине. И мы вкладываем еще в детях то, чтобы они любили не только лес, а любили свою семью, свою родину, свою школу, учителей, педагогов. Волонтеры сегодняшних состязаний – это учащиеся школ курортного района. Они всячески помогали и принимали участие в судействе соревнований «Золотая осень 2024». Здравствуйте. Меня зовут Агапетов Александр. Я ученик 545-й школы 10-го А-класса. Это мой одноклассник Сергей Дроговский. Соответственно, на данном этапе у нас идет изготовление носилок и транспортировка пострадавшего по маршруту. На все про все дается 5 минут на изготовление носилок и на транспортировку. Всем добрый день. Мы сегодня находимся на соревнованиях «Золотая осень». Проводится он для курортного района. Мы сами из 545-й школы помогаем, судим всех детей. Мы рады, что нас зовут на такие мероприятия. Спасибо вам большое. Спасибо нашему курортному району. Мы очень рады, что живем в таком красивом и живописном месте. Мы учащиеся 545-й школы, 10-й А-класс. Муратов Марк и Яковсов Никита помогаем на маршруте. Наше испытание вызывается жизнеобеспечение. Здесь ребята должны из заранее заготовленных щепок зажечь костер и с помощью трех спичек пережечь нитку. Сегодня все команды продемонстрировали высокие результаты. Это в очередной раз доказывает, какими активными и творческими могут быть наши ребята из курортного района. И, конечно, педагоги и организаторы, которые поддерживали участников на протяжении всех этапов. Всем добрый день. Мы сейчас находимся на территории молодежного патриотического комплекса «Сестрорецкий рубеж», который любезно нас принял, чтобы мы провели здесь соревнования районного масштаба для учащихся школ курортного района, который называется «Золотая осень 2024». Мы очень рады, что к нам приехал в гости наш любимый телеканал «Залив ТВ». Спасибо вам, спасибо, что вы нас поддерживаете. Спасибо огромное «Сестрорецкому рубежу», который не первый год принимает наши соревнования, наших детей всегда радушно. И посмотрите, какое замечательное у нас погодное условие сегодня. Это поистине золотая осень, она нас окружает. И здорово, что все мы здесь сегодня собрались на наших соревнованиях по туристскому многоборью.